Белуга-Эксел. Это небесное чудище. Уникальный самолёт, который способен поднять в воздух более 50 тонн груза. Необычная конструкция, напоминающая кита со схожим именем. Белуга-Эксел – результат трудов европейских учёных. Над ней работали специалисты из четырёх стран Европы. Теперь осталось вовремя, деталь за деталью, собрать этот необычный пазл. Как доставить его огромные части из одного конца Европы в другой? Перед разработчиками стоит непростая задача. Собрать 37 тысяч самолётов за 20 лет. Настал момент истины. Выдержит ли уникальный самолёт свой первый полёт? Супер-сооружение. Белуга. Тулуза, Франция. Июль 2018-го. 9 утра. На заводе по производству самолётов сейчас никого. Зато снаружи на перроне собралось несколько сотен человек. Все работники завода и европейские партнёры. Четыре года они трудились ради этого момента. Уже совсем скоро Белуга-Эксел поднимется в небеса. Для этого потребовались вложения в размере миллионов евро и упорная работа тысяч людей. 9.30 утра. Сегодня Белуга-Эксел впервые увидела свет. Совсем новая. И ещё не испытанная. Европа превратилась в один гигантский завод. Французская компания «Стелия» разработала грузовую дверь и кабину. Испанская компания «Аернова» сконструировала хвостовые панели. Немецкая «Де Харде» отвечала за фюзеляж. Британский «Роллс-Ройс» поставлял двигатели. А французская компания «Эйрбас» отвечала за сборку самолёта. Именно здесь этот гигант и оживает. Мы привлекли европейских партнёров не только за тем, чтобы построить самолёт вместе, но и чтобы мы смогли уложиться в средства и сроки. Хотя Белуга-Эксел полностью европейский проект, это всё же не совсем так. К нему приложило руку полмира. Этим он и интересен. Культурными различиями, конференциями на разных языках. Это было совсем непросто. Белуга-Эксел — один из крупнейших самолётов. Пустой он весит около 130 тонн. Его длина — 63 метра. Это как два синих кита. 18 метров в высоту, как трёхэтажный дом. Он может переносить до 50 тонн груза. Это 34 машины. Ради первого полёта Европа усердно трудилась 4 года. Сперва Испания, где изготавливали хвостовые панели. Это Беронтевилья. Здесь находится завод Аэрнова. Его площадь составляет более 23 тысяч квадратных метров. За последние 25 лет завод сотрудничал с ведущими производителями самолётов. Компаниями «Боинг», «Бомбардир», «Эмбраер», а также «Эрбас». Испанцы занимаются разработкой хвостовых панелей. Эти части создать сложнее всего. Вот этот стабилизатор является крупнейшим в мире. Сегодня под руководством главного инженера Луиса Лизардуи будут выполнять сложное задание. Всего за 5 дней нужно подготовить боковую панель к отправке в Тулузу. Луис должен за всем тщательно следить. Необходимо действовать по инструкции, чтобы не случилась катастрофа. Помню, первый раз это казалось нам чем-то настолько неизведанным. Не знаешь, как подступиться. Чтобы поднять эту новую деталь, понадобится целая команда. Деталь тщательно осматривают, чтобы конструкция не качалась. Нельзя расслабляться. Малейшее воздействие может привести к поломке. Требуется больше двух часов. Права на ошибку нет. Нужно очень осторожно разместить деталь параллельно полу. Эта модель устанавливается на металлическую конструкцию для последующей транспортировки. Самая сложная часть операции еще впереди. Перевозка панели во Францию. Перевозка суперсооружений – сущий логистический кошмар. Подключили дорожную полицию. И организовали специальную колонну. Как доставить подобное суперсооружение? Его перевозка сопряжена с целым рядом серьезных опасностей. В связи с огромным размером груза придется следить за тем, чтобы не задеть дома. На скорости в 26,5 километров в час добираться до Тулузы придется 4 дня. Через Пиренеи. Это опасное путешествие. Столкновение или авария – и все придется начинать снова. Все началось, когда 4 года назад Airbus создал уникальную рабочую коалицию воздушно-космической индустрии. В 2014-м компания пригласила ведущих авиационных инженеров Европы провести полтора года на их заводе. Целью было укрепить связи с европейскими партнерами и помочь экспертам более точно прогнозировать возможные проблемы и решать их. Только обмен опытом позволит решать задачи. Для этого и предназначены открытые беседы. Разработчики должны работать вместе с конструкторами. В конце концов, зачем разрабатывать то, что не заработает? Поскольку мы собрали экспертов из разных стран, в плане разъездов и работы это было непросто. Конструкции, аэродинамика, материалы – все разрабатывалось совместно. Мы работали плечом к плечу и могли помогать друг другу. Если возникали проблемы, их сразу же решали. И мы быстро продвигались вперед. Я уверен, в этом причина нашего успеха. Главная задача – построить самолет в срок любой ценой. Но может ли смесь таких разных индустриальных культур и культур труда европейских стран быть успешной? 19 июля. Тулуза. Пока «Белугу» буксируют к взлетной полосе, толпа работников «Эрбоса» и партнеров растет. Тем временем пилоты завершают проверку перед интервью с иностранными СМИ. Глава экипажа – летчик-испытатель Кристоф Кель, бывший летчик-истребитель. 10 утра. Кристоф и другие направляются на перрон. За ним второй пилот и лучшие инженеры. Они будут проводить тесты. За их улыбками скрывается беспокойство. Вдруг непредвиденное случится прямо во время полета. Пока члены экипажа забираются в самолет через люк в его нижней части, их мучает один вопрос. Выдержит ли этот крупнейший самолет свой первый полет? Нас было всего лишь пятеро. Мы очень долго трудились. И вот он, этот момент – пробный полет. Этот полет является результатом совместных усилий. Как же европейцы решились предпринять такой шаг? Чтобы это понять, вернемся на полвека назад. В 70-е. Расцвет воздушных перевозок. Для транспортировки деталей самолета Airbus использовал супер-Гаппи. Но их потенциал был небольшим, и они перестали удовлетворять спрос. В 90-е Airbus разрабатывает новую «Белугу-СТ». Свой самый первый грузовой самолет. По всему миру число авиапассажиров продолжало стремительно расти. Как и количество заказов и поставок. Если в 90-е производили 100 самолетов, то в 2018-м уже 800. Спрос вырос в 8 раз. Новая модель Airbus A350 – поистине технологическая революция. За последующие 6 лет Airbus поставит 30 самолетов только для Эмирейтс. А в Тулузе работа кипит на пределе возможностей. В прошлом году Airbus сконструировал и поставил 800 самолетов. В 2019-м планируется осуществить до 900 поставок. Подобного уровня производства еще не было. Мы достигли рекордной производительности. Тем временем стали заметны недостатки «Белуги-СТ». С полной загрузкой она преодолела лишь 1700 километров. Стало очевидно, что нужен более эффективный летательный аппарат. Который смог бы перевести сразу два крыла А350-го, а не одно. Какой вариант лучше? Сконструировать совершенно новый грузовой самолет или использовать уже готовую модель? К примеру, Антонова. Он слишком тяжелый, а грузовой отсек очень узкий. Как насчет американского Боинга-Дримлифтера? Отсек также маленький. Airbus рассматривал даже дирижабли, но они слишком медленные и опасные. Компания по-прежнему колебалась. А количество заказов все росло и росло. Нужно было найти решение. И быстро. В 2014-м Airbus обратился к давнему партнеру – Дехарде. Их заводы находятся в Фарреле, вблизи Бремена, Германия. У Дехарде полувековой опыт работы в авиационной сфере и более 400 работников на заводе. Здесь создают верхний фюзеляж «Белуги». Это 9 суперкорпусов. Их измеряют в этом огромном ангаре при помощи лазеров. Все хирургически точно. Детали должны идеально подходить под фюзеляж, который создается в Тулузе. Это крупнейшие панели из когда-либо построенных для Airbus. Их величина составляет 8 на 8 метров. Благодаря им на «Белуге» «Эксел» можно будет перевозить гораздо больший груз. Эти полукруглые детали являются ключевыми элементами «Белуги». Вместе они сформируют верхний фюзеляж. Просто необходимо, чтобы самая крупная деталь самолета была безупречна. Как и испанские детали, фюзеляж отправится в Тулузу. Сегодня начинается долгое пятинедельное путешествие в полторы тысячи километров. Перевозка на машине будет трудоемкой. Каждый контейнер весит 15 тонн. Их длина – 10 метров. Если вдруг они с чем-то столкнутся, содержимое будет невозможно починить. Некоторые знаки надо убрать. И придется будить местных жителей, чтобы они передвинули свои машины. Опасности повсюду. На месте испытания в Тулузе зрители затаили дыхание. До взлета осталось 15 минут. Спустя долгие 4 года момент настал. Экипаж проводит последнюю проверку перед большим событием. У всех при себе есть парашюты. Все перепроверили не один раз. Но риск присутствует всегда. Мы стараемся, чтобы все было максимально безопасно. Но при первом полете от неопределенности никуда не денешься. Обратный отчет. Внизу техники проводят финальные проверки. Скоро экипаж останется один на борту. Но давайте сперва вернемся к 2014 году. Какой же самолет в конечном итоге выберет Airbus? Компания приняла судьбоносное решение. Построить собственный грузовой самолет. Начало белуги XL положено. Но год подходил к концу, и напряжение нарастало. Самолет должен был быть полностью готов менее чем через пять лет. Чтобы не разрабатывать новый самолет с нуля, инженеры решили использовать существующую модель. А-330. Белуга XL стала бы ее обновленным вариантом. Самолетов А-330 построили уже сотни. Эта модель славится своей надежностью во всем мире. Это чем-то похоже на суфле. Понимаете, о чем я? Представьте суфле на тарелке. Нижняя часть аккуратно уложена, а верхняя такая раздутая. Раздуйте А-330, и получится белуга XL. Сперва инженеры буквально раздели А-330. Все верхние панели самолета сняли с помощью специального сверхточного лазера. Самолет разрезали пополам, словно бутерброд. Затем добавили хвостовые панели из Испании. И собрали корпус грузового отсека, куда можно поместить детали огромных размеров. Вот в этом месте соединяются фюзеляж А-330 и грузовой отсек, который располагается сверху. Эта горизонтальная деталь скрепляет верхнюю и нижнюю части с помощью заклепок. В Тулузе собирают целые сегменты А-330. Это невероятно сложная работа. Ведь А-330 появился 20 лет назад. А «Белуга-Эксел» сочетает в себе новейшие разработки. Соединить старое и новое бывает очень непросто. Безусловно, сегодня нам стали доступны совершенно другие ресурсы, нежели раньше. Скомбинировать старые и новые технологии нам было сложнее всего. 2016-й. За два года до полёта провели операцию по пересадке. Основу «Белуги-Эксел» поместили на конвейер преображения. Нужно было подготовить её к соединению с верхним фюзеляжем. Для этого понадобилось 180 панелей, а также тысячи заклёпок. Всё должно быть точно. Неважно, сколько тонн весит машина. Мы используем крохотные заклёпки в сравнении с размером самолёта. Важно работать вместе. Так создаются уникальные самолёты. Один лишь процесс сборки занимает около года. Специально обученные для работы над проектом рабочие и ассистенты трудятся без устали. Производительность самолёта зависит от скорости погрузки и выгрузки крупных деталей, для чего предусмотрена огромная передняя дверь. Полтора года до полёта. Коллеги из Испании и Германии работают очень быстро, и французам нельзя было отставать. Это французский город Рашфор. Здесь хранится самая сокровенная тайна Белуги. Её грузовой люк. Крупнейший из когда-либо созданных в Европе. Аэрбас разработал переднюю дверь. Нос самолёта будет парковаться прямо на погрузочной базе завода. Это ускорит погрузку и разгрузку. Глубина — 10 метров. Высота — 8. А вес двери — более трёх тонн. В 170 раз больше двери обычного самолёта. Дверь площадью в 130 квадратных метров как парус на мачте лодки. Разумеется, мы проведём ряд тестов, чтобы убедиться, что при открытой двери сопротивление ветра не создаст проблем. Когда дверь Белуги откроется, необходимо убедиться, что конструкция не повредится и не деформируется. Открытая дверь — это тот же парашют. Что если дверь откроется при сильном ветре? Во время погрузки трёхтонную дверь держит всего лишь две петли. Она открывается всего за полторы минуты. А восемь специальных замков на нижней части обеспечивают надёжное закрытие. Если дверь откроется в полёте, последствия будут ужасными. Тулуза. 10.20 утра. До взлёта считанные минуты. Все диспетчеры в полной готовности. Ошибаться нельзя. Все мы сосредоточились. Был настрой на успех, но мы понимали, что бывает всякое. На маленькой скорости испытания ещё можно прекратить, но на большой нам уже придётся продолжить, несмотря ни на что. «Белуга-ХЛ» выезжает на край взлётной полосы. Но ради этого пришлось пережить настоящий логистический кошмар. К примеру, как доставить гигантскую дверь из Рашфора в Тулузу? Сперва нужно проехать через весь город к речному порту. Это очень опасно. Путь длиной в 3 километра занимает 3 часа. Дорожная сеть Рашфора совсем не подходит для таких поездок. Если до Тулуза добираться с такой скоростью, можно опоздать к сборке. Одно лишь пересечение Рашфора уже обошлось компанией в сотни тысяч евро. «Аэрбас» придумал более быстрый способ перевозки. По реке. Быстрее, чем по дороге. Огромные краны опускают части «Белуги» в речные баржи. Из Рашфора баржа направляется по реке Гаронне в Бордо. Оттуда – в Лангон. А оставшиеся 200 километров до Тулузы по дороге. Грузовую дверь везут по образцовому маршруту, созданному специально для транспортировки больших деталей в Тулузу. Каждый поворот, каждый километр очень тщательно выверен. Январь 2017-го. Полтора года до полета. Все испанские, немецкие и французские детали прибыли в Тулузу. Наконец-то пришла пора собирать этот уникальный промышленный пазл. Мы получили детали из Европы. Испания, Германия. Можно заняться сборкой белуги. Наступил час истины для гигантского Лего. Что, если детали с разных заводов не подойдут друг другу? Вдруг будут маленькие неточности? Малейшая ошибка поставит под угрозу срыва не только испытания, но и дальнейший выпуск самолётов. Но и сложнейшее задание установить грузовую дверь с Рашфорского завода. Для этого пришлось собрать всех до единого техников. Ошибаться нельзя. Все сосредоточены. Необычайно сложная деталь весом в 3 тонны должна идеально войти в фюзеляж, собранный в Германии. Эксперты должны наладить механические, электрические и гидравлические связи. Операция продлилась всё утро в напряжённой атмосфере. Спустя месяцы расчётов, тестов и доработок грузовая дверь идеально встраивается в конструкцию, созданную в Тулузе. Мы будто добрались до сути промышленной системы. Мы душа авиационной компании. Работая над «Белугой», мы ощущали себя пионерами. Видно, что механики очень гордятся своей работой. Сборка «Белуги» завершается соединением главных частей. Суперкорпусов из Германии. Хвостовых частей самолёта из Испании. Конец 2017-го. сборка «Белуги» завершена на 75%. Осталось добавить последнюю часть пазла, разработанную в Соединённом Королевстве на заводах Роллс-Ройс. Здесь создаётся двигатель для «Белуги-Эксел» «Трэнд-700». Британия славится разработками инженерного оборудования. За 30 лет двигатели Роллс-Ройс отработали в полёте 100 миллионов часов. Двигатели тягой более 32 тонн каждый поднимут «Белугу» в воздух. Когда их доделают и протестируют, двигатели отправятся в Тулузу на сборку самолёта. Но остаётся один вопрос. Как они будут работать в день полёта? Хватит ли им мощности, чтобы поднять этого огромного кита ввысь? Длина этих мощных двигателей составляет 6 метров. Вес каждого 6 тонн. Проверенные временем, они установлены в сотнях А-330-х. «Трэнд-700» отработал 50 миллионов часов полёта. Двигатели подготовили, установили электронные схемы. Но «Белуга» пока не готова лететь. В 2018 году начался новый этап – стресс-тесты. Они покажут, насколько надёжен самолёт и сможет ли он благополучно взлететь. «Белугу» будут пытать на протяжении недели. неужели долгая тяжёлая работа была на смарку? Есть опасность того, что крылья будут сильно вибрировать и повредятся в полёте. Чтобы этого избежать, необходимо провести тест на вибрацию. Самолёт окружают 600 сенсоров, 7000 метров кабеля и 300 метров оптоволокна. мы проверяем, смогут ли жизненно важные части самолёта выдержать требуемый уровень использования и нагрузки. И отправляем некоторые детали в лаборатории, где их, так сказать, пытают тестами. Нужно убедиться, что конструкция выдержит. 34 части самолёта подвергнутся интенсивному тестированию. Совместную проверку будут проводить эксперты из Франции и Германии. Они спрогнозируют поведение самолёта в экстремальных условиях и выяснят, оправдаются ли прогнозы в реальности. Самолёт подвергается тщательному осмотру. Так же, как спортсмены проходят обследование перед соревнованием, чтобы понять, смогут ли они пробежать марафон. подвергнутся. Так же есть угроза пожара. Пожар на борту худший кошмар экипажа. Что, если пожар начнётся в грузовом отсеке? При пожаре в обычном самолёте пилоты совершают экстренную посадку. Но для «Белуги» порядок действий совсем другой. в грузовом отсеке, где находятся детали для транспортировки, отсутствует давление. Там оно точно такое же, как и снаружи. При наборе высоты уровень кислорода за бортом падает. Поэтому в случае пожара в грузовом отсеке нам придётся взлететь выше. В «Белуге» «Эксел» под давлением находится только кабина. Давление в грузовом отсеке равно давлению за бортом. Поэтому действия в случае пожара совершенно другие. Вместо приземления экипаж будет пытаться поднять самолёт ещё выше. С набором высоты уровень кислорода падает. Прекрасный способ потушить пожар. Следующий шаг — покраска. На это уходят многие часы. краска улучшит аэродинамику и предотвратит коррозию. Учитывая величину корпуса «Белуги», понадобится море краски. Малейшая халатность и корпус начнёт ржаветь и станет более хрупким. Помимо технической стороны, немаловажной является и эстетика. Дизайн «Белуги» «Эксел» разрабатывался в первую очередь. Разработчики «Эрбаса», как обычно, предложили варианты окраски «Белуги». Их было несколько, либо полностью розовый, либо полностью синий. Затем было решено узнать мнение служащих компании. Это была прекрасная идея. Мы получили более 20 тысяч ответов. За улыбку на самолёте проголосовали именно работники «Эрбаса». служащие компании оказались на редкость изобретательными. Глаз «Белуги», её улыбка не только напоминают это прекрасное создание, но также прославили «Белугу» на весь мир. сегодня в Тулузе все работники «Эрбаса» затаили дыхание. Всё готово к взлёту. Диспетчеры разрешают взлёт. Крестов и экипаж в невероятном напряжении. Вот-вот наступит кульминация многолетнего труда. «Эрбаса» Ровно в 10.30 утра гигантская махина впервые взлетает в небо. Хотя все постарались учесть, первый полет таит в себе большую опасность. Элемент риска присутствует всегда. Никогда не забудется 30 июня 1994. День первого полета А-330. Сразу после взлета началось моделирование отказа левого двигателя на автопилоте. Но едва самолет занесло влево, его уже никак нельзя было выправить. Семь человек погибли. И тогда пришлось ввести новые правила безопасности. Это был хороший урок. Не пренебрегать тестовым полетом. Минуло несколько минут полета. И пока что все идет по плану. Но внизу инженеры нервничают. Летом 2015-го в самый разгар программы выявилась серьезная проблема. Гигантский горб мог значительно повлиять на аэродинамику. Из-за отсутствия устойчивости пилоты могли не справиться с управлением. По расчетам, того, что мы запланировали, было бы недостаточно, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость самолета. Чтобы свести опасность к минимуму, пришлось искать новое решение. И как можно быстрее. К основанию А-330-го подсоединили еще два стабилизатора на хвост и два на фюзеляж. Это должно было значительно улучшить коэффициент сопротивления. Минуло 15 минут полета. Самолет ведет себя хорошо. На земле почувствовали облегчение. Скоро Кристоф и его команда проведут серию тестов. Самолет выполнит продольные и поперечные крены для проверки маневренности. Пора узнать, на что способна «Белуга-Эксел». Протестируем скорость. Увеличим тягу. Повернем вправо-влево, поднимемся и снова снизимся. Посмотрим отклик. Убедимся, все ли в порядке. Потенциал самолета проверят на высокой скорости. Пилоты смоделируют критические ситуации типа остановки в полете. В отсутствии тяги самолет упадет с огромной высоты. Сначала мы разгоняем самолет, чтобы он летел на максимальной скорости. Затем резко сбрасываем скорость, таким образом заставляя его остановиться. Нос начинает уходить вниз. И мы снова включаем полную тягу. Устойчивость, параметры двигателя, система коммуникации. Кристоф Кель и его команда успешно завершили все тесты. Внизу на перроне все невероятно счастливы. В небе публика наблюдает итог многолетнего труда. Белуга благополучно готовится к своему первому приземлению. В два часа сорок одну минуту она садится. И выруливает к своим создателям. Французы, британцы, немцы и испанцы завершили совместный проект. Это особенно волнительный момент. Мы сели, мы счастливы. Полет прошел превосходно. В этот прекрасный день мы стоим перед всеми теми людьми, которые работали над этим проектом долгие годы. Все были рады наблюдать полет. Стольких трудов, обсуждений, решенных проблем стоил этот безусловно радостный момент. Член экипажа бросает талисман самолета толпе. Не часто удается поучаствовать в разработке такого самолета. Мы гордимся тем, что он полетел, что мы часть этого. Все вложили душу в этот самолет, много труда и энергии. Этим мы доказали себе, что мы способны взяться за такой проект и завершить его в срок. Мы упорно трудились без остановки и не сдались. Благодаря страсти и мотивации каждого, мы решили это сложное уравнение. Белуга «Эксел» стала результатом серьезного вызова. Кристоф Кель, пройдя проект от начала до конца, согласен с этим. Вызовы не только промышленного, но и логистического, финансового и технологического. К 2023 году, когда проведут все тесты, шесть белуг будут ежедневно рассекать небеса Европы между Тулузой и другими заводами, чтобы уложиться в очень плотный производственный график. Они будут преодолевать по 6,5 миллионов километров ежегодно, что равно 17 полетам на Луну. Это история индустриального вызова, который гордо приняли мужчины и женщины. Они никогда не забудут такое необычное событие – рождение небесного гиганта. Программа озвучена на студии «Велес». Текст читал Борис Хасанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова